Ну что, у кого Венера в шестом доме, пишем. Шестой дом – дом служения. Хороший дом для Венеры, проявить себя там. И вот Тенни Агафонова. Дом управления персоналом, там у вас есть возможность сгладить углы. Но нам нужно знать знак, и нам нужно знать планеты, которые рядом с этой Венерой. Здесь, конечно, человек проявляет свое творчество именно в заботе. Шестой дом – это дом заботы об окружающем пространстве. И идет аспект на двенадцатый дом высшего предназначения. Венера здесь становится более мудрой, я бы сказал, в этом доме. И с этим аспектом она более широко смотрит на вещи. И коммуникация с теми, с кем вы работаете, помощь людям, желание выйти за границы. Вот двенадцатый дом – это за границы. Это все делает ее очень глубокой. И, естественно, если человек видит эти тенденции в своих отношениях через шестой дом, что вы заботитесь друг о друге, у вас есть какая-то высшая цель, то и коллектив у такого человека притягивается в правильном, так скажем, порядке. Я вообще думаю, что если вот все-таки дома все это получается, то тогда и на работе у нас идут результаты. Потому что близкий человек и родственники, мама с папой, они определяют вот эту атмосферу внутри нас и вот эту вибрацию. Мы с этими вибрациями куда-то идем зарабатывать, проявлять свой талант и по этой вибрации притягиваем нужного работодателя. Я не верю в то, что можно решить что-то в плане семьи или там нашей родни на работе. Наоборот, мы на работу уходим и стараемся забыться. Поэтому если там люди не той вибрации, значит, вам нужно ее повышать, а начинать нужно с дома. Шестой дом – дом здоровья. И, естественно, Венера отвечает за женские половые органы, за все, что связанное с половой жизнью. Туда нужно обращать внимание, гормоны. И здесь баланс тоже возможен, когда человек и не зацикливается на сексуальной области, если там все в порядке, а когда в женщине проявляется вот эта мягкость, мудрость и желание помогать там тем же детишкам, там садить леса, убираться, да, то есть просто так что-то делать, за что она не получает деньги. Такая женщина нарабатывает хорошую карму для семьи. Как бы это все старомодно и классически не звучало, но поверьте, если у вас плохое настроение, вы просто возьмете и пойдете на пляж, и уберете этот мусор, или просто соберете мусор со двора, вы не представляете, что вообще в голове происходит. Там реально просто взрыв. Я сам это пробовал. Вот вы собрали этот мусор, и вот в момент того, когда вы его выбросили, у вас просто очищается сознание от тех проблем, которые там были. Это реально работает. Многие говорят про эту севу, там, детдома. Это уже заезжено. Но на практике, вот действительно, когда собираешь мусор просто так, чужой еще, ты это все выбрасываешь, ты реально как будто из головы это выбрасываешь. Ты делаешь действия внешние, для того, чтобы внутренне изменить атмосферу. Кто не делал, попробуйте. Не зря раньше в советское время были субботники совместные. Это так здорово, вместе убрать подъезд. Это очень жалко, что сейчас этого нет. Я в Москве жил в доме, где мы все вместе могли убираться. Пока убираешься, можно там узнать, кто чем дышит, кто чем занимается. У нас был чат, даже в WhatsApp, в котором мы могли переписываться, кто там оставил какую-то хрень в подъезде, это чье. Или там пишут, кто там припарковался, нужно открыть проход. Так, а почему ограду покрасили в черный цвет? У нас теперь бабушки боятся выходить. У нас реально, короче, рабочие покрасили в черный цвет ограду во дворе. Представляете? Это вообще, прям реально как на поминках. Такая жесть. Короче, мы им сказали все это перекрасить. Ну, атмосфера была вот такая вот семейная. Мне это настолько нравится, я всегда знакомлюсь с соседями. Венера, шестой дом, это когда ты близок к обществу. Тебе интересно, что с ним. Ты не сам по себе. И вот это обаяние Венеры, оно позволяет человеку быть ближе. Ну, если оно у вас там стоит, это не значит, что так будет. Там надо смотреть знак. Надо смотреть там, какие домами оно управляет. Все это тоже важно. Поэтому. Так, ну что, Виктория, давай к тебе выйду. Там дальше посмотрим. А мой муж, когда я его спрошу выбросить мусор. Макс, я вспомнила, что у меня в седьмом доме. Я завтра буду участвовать. Давай, жду тебя. Давай. Жду. Давай, давай. Так. Да, очень люблю убираться даже у друзей дома для поддержания настроения. Молодцы. Это необычно, но это работает. Я вам говорю, это очень практичная вещь. Точно, я обожаю выкидывать мусор. Я вот тоже обожаю. Знаете, такое ощущение. Ты его выбросил, как будто ты вот свой мусор выбросил. Я очень люблю его выбрасывать. Так, хочу в эфир. У меня в шестом в Скорпионе. Амару Васи. А перед вами кто был? Так, а у меня в Козероге, а у мужа в Тя. А, это другое. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Тенни Агафонова. Давайте вас. Да, вот это вот ощущение принадлежности дает великую силу. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не помню. Мы с вами, по-моему, не общались, да? Не, не общались. У меня вот Венера в шестом доме в Тельце. Круто. Вы новенький человек, да? В чем? В прямых эфирах. То есть, первый раз у меня. Угу. Клево. Я обожаю новеньких. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. А фамилия? Агафонова. Агафонова. А вообще давно эфиры смотрите? Ну, где-то, не знаю, недельки-две. Но я сама изучаю астрологию. Угу. Примерно понимаю, о чем речь. Когда родились? 15 апреля. Угу. 1988. Так. 1988. Время? 4.50. Как? 4 утра 50. Что-то, мне кажется, сильный у вас Марс должен быть. Сейчас посмотрим. Я прям его чувствую. Так. Город? Магадан. Магадан. А сейчас где живете? В Краснодаре. Угу. А я сам в Рубцовске родился. Я на Алтай. Переехал в Москву, потом в Сочи. В Магадане, наверное, холодно, да? Ну, да. Почему-то не находят. Это очень необычно. Магадан-то город известный. Не, находит он. Магадан. Магадан. В Астроксперте. Да, у меня можешь интернет подзовить. Сейчас проверим. Угу. Так. Так, сейчас начну еще раз с города. Угу. А, вот. Так, сейчас еще раз надо данные записать. Я просто перезагрузил. Скажите еще раз дату. 15.04. Ага. 88. Да, 88. 4 утра, 50. Угу. Так, хорошо. Ну, у нас сейчас идет время Венеры, да, в разных домах. И какая моя теория, да? Я осознал, что Венеру можно по-разному развивать. Но если у нас есть сложности в отношениях, так как Венера отвечает за отношения, в классической астрологии этого нет, то разрушение в этом доме происходит именно из-за этого. Даже если она в хорошем доме, в хорошем знаке, но у человека не лады. Поэтому в какой бы дом она ни зашла, в первую очередь, это нужно. Ну, а, естественно, мы видим, да, что это дом здоровья, дом какой-то вообще связи с людьми. Бывает, человек ограничивает себя, уходит в семью, да, например, здесь. И у вас она в тельце. В принципе, положение хорошее, сразу же выходит в деньги. Да, мы видим, что можно и подбором персонала заниматься, особенно там, если женский коллектив. Вся развлекательная сфера, ну, по классике, да, там, и рестораны, и кафе, да, и все, что связано с бьюти, по Венере здесь хорошо. А вообще, когда Венера в чистом виде, я всегда людям говорю делать мастер-классы и коучить, потому что там нет примеси. Ну да, ну вот меня немножко тянет на публику, но у меня там страх такой какой-то, который, видимо, нужно преодолеть мне, что ли. Есть аспект Раху туда. Да, есть аспект. О, как я говорил про ваш Марс, я почувствовал силу вашего Марса. Он у вас, я вижу, экзальтированный во втором доме. Ух, мощно-мощно. А дети уже есть, выходят в детей? У меня пятый дом там, видите, солнце, видимо. С Кету связано, что-то у меня с детьми плохо. Нет, здесь хорошее соединение. Марс, экзальтированный солнце. Период надо посмотреть. Кету. Период Кету, да. Да, наверное, еще пока не хочется или уже прям захотелось? Не скажу, что я прям жажду, но понимаю, что надо. Но у меня как бы вообще какие-то проблемы с этим. А здесь просто нужно почувствовать, что вы удовлетворены в плане работы, кто вы в обществе. Для вас это фантастическое значение имеет. Сатурн в первом доме, который хочет глобально реализовываться. Марс, который в деньгах, который хочет быть кем-то. И ему страшно предположить, да, ребенок рождается, а от кого, кто я? И в итоге тут нужно вот страстное желание по Марсу. Вот насколько он сильный, настолько нужно захотеть. По Марсу по такому и двое, и трое детей появляется, потому что Марс это такая планета сексуальная. Здесь и у мужчины должна быть скорость такая же, как у вас. То есть примерно скорость мысли, насколько вы друг друга схватываете. И я бы вам позадавал более тонкие вопросы. И у меня вот просто такое ощущение, что надо углубиться. У вас Венера в Тельце, она очень такая чувствительная, она многие вещи замечает. Еще и Луна в восьмой дом выходит. То есть вы сами как психолог. Вот у вас сейчас муж-то есть? Или мужчина? Мужчина, да, есть. Вот с точки зрения реакции, ощущение, что вы чего-то захотели, и он это почувствовал. Как вы думаете, и как в этом плане ваша скорость? Ой, реакция, но есть такое в этом. Ну, что-то, допустим, я захотела, он это делает, но скорость, мне не хватает ее всегда. Как будто вот все так медленно, все медленно идет. Мне хочется уже взяться самой и делать что-то, чтобы это все быстрее получилось. И вы так и делаете. Ну, большинство, да. Но когда я начинаю делать, я понимаю, что мое женское умирает потихонечку. Это да. Но он заметил эту штуку, да? Получается, что вы можете что-то пожелать, он может не сделать, вы потом это делаете. А не превратил ли он это в схему, ну, как бы зная, что можно себе это скинуть? Или он пробует? Ну, вот у меня были прошлые отношения, так оно и было все. То есть я шла на... То есть если что-то не делал, он не делал, делала я, как бы, и все. И это все, как бы, ну, да, в схему превратилось. То есть, ну, мне это немножко не устраивало все. То есть я поняла, что я как будто помогаю постоянно. Помогаю, помогаю. Я бы посоветовал, как вот моя девушка делает. Мне очень нравится ее подход. На самом деле, вот я вот представляю, вот на себя переложить, да? Ну, у меня Марс активный, я люблю что-то делать. Я, наоборот, всех задрючу, что мне нужно там поменять там какую-то обстановку, куда-то поехать. Это я постоянно деятельный. Но если я, например, что-то... Она попросила, я что-то пообещал, возникает какой-то провал, что ли, такой. То есть я, например, про это забыл, и она как будто вот так вот издаля очень, как вторая тема какая-то. Там нужно было кран починить, она может там сказать, типа, да, слушай, что-то вода как-то сегодня, то ли поток, что-то сильно как-то... Я такой, что такое? Включаю, вроде все нормально. Ну, не знаю, посмотри, мне кажется, что-то там происходит. И я, короче, не могу догнать, а что там происходит? Думаю, что это... А, точно, думаю, нифига, думаю. Я же обещал кран починить. Ну, видите, как тонко, а я в лоб. Я в лоб, и с этого начинают врать, юлить. Допустим, я говорю, где это? Мне начинают говорить, что это есть, а этого на самом деле уже нет. Но дело в том, что если бы вот она, например, сделала что-то такое, либо я пообещал вынести мусор, и она вынесла бы сама, то есть она ждет, пока это не начнет вонять. И, ну, чтобы обоим было заметно. Если вдруг я там в консультациях или забыл. Короче, она меня тренирует. Я, как сказать, я знаю, из-за того, что у меня было три таких положительных опыта, что она это не возьмет на себя, я это сделаю. Потому что выбора нет, это реально будет пельмом на глазу. И она будет про это напоминать очень тонкими способами. Естественно, она меня не будет блокировать в разных областях, как женщины сексуально или еще. Это чувство вины вызывает. Но если три раза вы уже это сделали, все, у него, как у ребенка, закрепилось. Можно не делать, короче. И все, вы мама сразу, да? Да. Как бы это расстраивает обоих. Это, короче, никому не выгодно. И мужчина сначала сопротивляется. И вот тут такая сложная вещь есть. Вот, я не знаю, как бы это связать. Тут бывает, люди попадают к террористам. И сначала у них вот такое сопротивление. Есть такая болезнь в психологии. Человек начинает любить этого террориста. Он начинает любить того, кто его давит. В нашей стране это очень развито и по мужской линии. Мы очень все любим Сталина почему-то. Все провозглашают Ленина. Вспоминают, как было круто жить. После вот той херни, что они сотворили с народом, да? Да, они что-то сделали хорошее. Но, блин, много было и тяжело. Народ, он видит, что есть давление, значит, он заботится и любит. А, естественно, у всех мужиков были такие мамы, которые так делали, потому что военное время. Тут, получается, когда женщина этот паттерн перенимает, он начинает вспоминать это время. Она давит, она делает, значит, она меня любит. Но любит уже не как женщина, а как мама. И все, он начинает помаленьку пригреваться, а потом это помаленьку переходит и в сексуальную часть. Вот что страшно. Что он там начинает ждать доминирования от женщины. Объясняя это тем, что он насмотрелся порнухи, и там это нормально. Кстати, в порнофильмах тоже пропагандируют агрессивный жесткий секс, где доминирует женщина. Что это типа круто, что она такая страстная. Ну, как видят любовниц, что это страстная женщина, которая набросилась и изнасиловала мужика. Все об этом мечтают. И все думают, что типа в жене это должно быть. А кто-то думает, что не должно. Только в любовнице. Потому что, ну, как бы жена есть жена, я не могу себе такое позволить. А вот там, где-то на стороне. И вот эта херня у всех в мозгах творится. Ну, естественно, мы с этим живем. И в итоге выходит, что у мужчины неправильное представление с точки зрения мамы и с точки зрения секса. Потому что сексу, где он учился? На порноиндустрии. С 13 лет все мальчики начинают это смотреть. И они ищут сильных, жестких девочек, которые им устроят то, что они там увидели. Ну, как бы мне не стесняет эта тема. Я тоже там в 15, 16, 18 смотрел порно. Я скажу, что я и мои друзья не смотрели романтичный арт, какие-то фильмы, как фильм, так где делают друг другу массаж. Там была жесть. И почему-то нас это привлекало. И у нас сформировался паттерн, что когда мы видим женщину, и мы видим, что она жесткая, сильная, и мы думаем, о, вот мне-то она и устроит трепку. И тут начинается такая фигня, что до этого мне трепку устраивала мама, теперь трепку устроит эта женщина. И скажу свой опыт. Я всегда искал сильных женщин, мощных, старше себя. И когда они меня дрючили, мне казалось, что я расту. Я думал, что она меня вдохновляет. Сейчас она меня вдохновит, и я реально рос. А потом, когда мы расставались, я полностью проседал вниз, потому что это было на ее энергии без моего участия практически. У вас, наверное, тоже так происходит. Мужчина с вами расстается, и все, спуск вниз. Не замечали? Да, есть такое. Так, а что это? Да. А дело в том, что мужчину нельзя вдохновлять. Его нельзя куда-то агитировать, куда-то вести. То есть здесь женщина должна стать коучем. Через разные вопросы, намеки, он должен полностью решить, что это он сам придумал. Вот вам нужно оттачивать эту технику. Да, вам нужен новый дом. Вы видите, что он больше может зарабатывать. И вы скажете, слушай, ты так классно со всем справляешься, но у тебя вот друг, мы там с ним общались, он там рассказывал про какую-то тему. Слушай, ну мне кажется, очень такая интересная штука, но я думаю, что это намного круче, чем он. То есть он, ты посмотри, сколько зарабатывает, а ты столько времени тратишь на работу. Я в тебе такой потенциал вижу. И как бы раз так и забыли. У него три дня она в голове прокрутилась, три дня прошла информация, некоторые женщины не знают, каждый день пилят. Ну как бы там одно и то же. Нужно отпустить. Потом приходит время, а потом хоп, легкий намек, можно фильмец включить на эту тему, где все становятся счастливыми, покупают дом, и там мужик зарабатывает бабки. А потом ты говоришь, да ты ничем не отличаешься от этого героя фильма. Ты посмотри, ты же вот это, вот это умеешь. У тебя так же легко получится. То есть даже совместный фильм может превратиться в коучинг, незаметно для него. То есть его так хоп. Да. Как только он услышит прямое намерение, что я хочу вот так вот, а именно, а можно на ты, да? Вот, именно от тебя. Будет хреново, потому что именно у тебя Марс в экзальтации, у тебя есть железные яйца, и он вспомнит вот это ощущение с мамой, что началось вот это вот прямое воздействие. Мамы-то сильно не церемонятся, что им там сказала и сделал. Вот. А если ты, получается, там через фильмы, через легкие разговоры потом отпускаешь, там надо терпение. В какой-то момент, как в фильме у этого, сейчас скажу, Леонардо Ди Каприо, там было начало фильм, где они в мозг бизнесмену хотели идею поселить. Там было семь уровней, и они его прошивали. Сейчас даже есть такие технологии прошивания человека, даже в бизнесе. Вот. А женщине как можно сделать? Прошивать через секс. Тот же, да, там пик сексуальный, можно загадать что-то. Можно, например, приготовить что-то. Тоже там будешь счастливый, гармоничный, будешь такой сильный у меня. Он, короче, раз кушал, в древности женщины так делали. Прям вот в еду. Или там хоп на воду. Я говорю, вы все ведьмы. Вы можете прям из любого полена сделать вообще там ювелирное изделие. Вот. Короче, но так как время ускорилось, всем надо сейчас, и женщины вот это напрямую делают. Поэтому, в принципе, у тебя должен быть интерес не в его результатах, а в своем психологическом воздействии. То есть... То есть в моих результатах, как я это умело делаю, правильно? Да, у тебя должно напрочь забыться слово «результат». Тебе нужен интересен путь. Что? Ты тетрадку заводишь, да, вот я хочу, чтобы он меня свозил на острова там туда же, да? Острова должны быть в январе. До января я сейчас буду пробовать экспериментировать на нем разные психологические техники. Начнем просто с фильмов, потом в машине, пока он там немножко отвлечен. Когда сознание мужчины на чем-то сфокусировано, другая часть открыта, туда можно заложить мысль, пока он что-то делает. Ты его помаленьку пробиваешь, пробиваешь, у него бабки на это появляются. И себе там в тетрадку записываешь, ну, он заговорил об островах. Смотри-ка, у него пошла туда энергия. То есть смотришь за деньгами, интересно, перед островами у него придут эти деньги там за 2-3 месяца, а они по-любому придут, потому что его уже прошило. И он уже живет с этой мыслью, но сам еще не осознает, что ему это хочется. Вот. И у мужчин нет желаний. То есть мы – это как пустая коробка, потенциал. Готовый пластилин для женщины. Если женщин не будет, мы будем жить, ну, как бы, ну, может быть, в неплохой однокомнатной, у нас будет пару рубашек, будем вонять, и будет такая средняя машина. Все это придумано для женщин. Да вот. И у тебя как бы задача какая? Чтобы как можно… То есть через время ускорялся результат, что ты видишь, что, о, мои намерения стали быстрее работать. Сначала было медленно, и тут я смотрю, я так чуть-чуть намекну. Ну, или, например, там вы танцуете с ним, вы куда-то пошли, он покушал, расслабился, и ты внутри уже приготовила фразу из фильма какую-нибудь. Ты знаешь, ты у меня будешь миллионером, я прямо вот чувствую. Тут в тебе есть какой-то вот дар такой. Вот. И мне кажется, что я сплю с миллионера. Понимаешь, на что направляешь внимание, то и растет. То есть если ему такое сказать, это и растет. Если говорить, что ты это не делаешь, то он не делает. Три раза повторение, все, ему конец. Женщина в девять раз сильнее по энергетике. Три раза повторишь, он так и делает. То есть ты никто в постели, ты ноль. Все, там становится ноль. Ты не приносишь денег, он их перестает приносить. То есть мужчины очень слабые и хрупкие существа. И женщины мало изучают нашу природу. Мы на самом деле очень ведомы. И как бы здесь надо быть осторожным. И честно говоря, я бы не хотел, чтобы это восприняли за сексизм, но в основном, как бы я понимаю, что семьи рушатся из-за неправильной направленности женщины. Потому что шея – это женщина, мужчина – голова. Когда женщина вот начинает орать на мужчину или там давить на него, она сразу разбивает в клочья его Марс и Солнце. То есть им хана приходит. У него сразу ударяет по второй чакре, там все опускается, деньги блокируются. Потом он начинает пить и изменять просто потому, что ему нужно хоть как-то себя почувствовать мужиком. Если мужчина вдруг это сделал, женщина может сделать шаг назад, она может продавиться, она может это принять. То есть уровень принятия у женщин выше, потому что она рожает. Она может родить. А мужчина, он не может родить. То есть мужчина может на войну пойти, его убьют быстро и все. Но мучиться мы точно долго не будем. Поэтому по энергетике мы ломаемся в три раза быстрее. И вот это давление, любой крик, повышение голоса, говорить, что там, мужчине, у тебя нет яиц, ты опять это не сделал. Три раза и все. До свидания. То есть ему хана. Там уже зависит. А если как исправлять? А понимаешь, это можно, конечно, иногда сказать, но, блин, не должно быть претензии упрека. Я говорю о своих отношениях. У меня реально ни разу девушка не упрекала ни в чем. То есть она говорит, ну, например, я недавно бубнил там, у меня вот что-то ничего не складывалось, я не успевал по времени. Все ее выдручил своим бубнижом. Говорю, мы ничего не успеваем там на контент делать. Это все. Она такая говорит, ну, сегодня ты, конечно, превзошел себя. Я говорю, что такое? Ну, ты, говорю, дедушка там на девяностом уровне левела. Я говорю, да? Я говорю, сильно бубнил? Ну, да. И как бы, ну, мне становится стыдно, как-то неудобно. Я такой, ну, ладно тебе. Что-то типа там. Короче, на самом деле мне понятно, то есть, что было сказано. А бывает, женщине говорят, слушай, иди-ка ты нахер со своими вот этими, своим пердежом. Просто и все. Понимаешь? Он и так, как бы, ты и так не в настроении. И тебя еще просто разбивают до вот этой фразы. Поэтому, ну, мудрая женщина, она просто как бы сделает акцент туда. Ну, ты, конечно, сегодня дал жару. И тут дальше, вот важный момент. Если у мужчины есть уважение к женщине, если он образован, он после этого как-то сгладит извиниться и не будет пользоваться ее мягкостью. Если он на это реагирует жестко и начинает это использовать и ее посылать из-за того, и унижать из-за того, что она мягкая, значит, этот мужчина идет нахрен. Почему? Потому что он на мягкость будет как бы реагировать грубостью, на грубость он будет реагировать еще большей грубостью. Поэтому это не выход. То есть, если он уже такой, то ничего не поменяется от того, что если мы будем говорить жестко или мягко, он все равно себя покажет. Ну, мне кажется, если женщина мягкая, но она сама по себе реализованная и она уверена в свое дело, мне кажется, ее никто не сломает в этом плане. То есть, она понимает, что она, кто она, как она, и в то же время она и может себе позволить быть мягкой. Мне кажется, а вот у меня такая проблема, получается, я где-то не реализовалась, как мне кажется, да, в чем-то. И мне кажется, я компенсирую с защитой вот этой жесткости. Марс синий, солнце, и вот я сама не реализовалась, как мне кажется, в данный момент, и я это компенсирую, наверное, какую-то агрессию. Да, тут по поводу Марса все просто. Пишут, да, рассказывайте так, как будто мужчины хрустальная ваза, а как будто нет. А кто у нас бросает работу и женщина работает? Да во все 90-е мужики просто бухали и женщина на себе тянула ребенка. Кто уходит, когда женщина еще не родила? 90% разводов, когда женщина еще не родила, он уже свалил. реально мужчины это никчемные мудаки в наше время, которые абсолютно не берут ответственность, и они реально превратились в хрустальную вазу. Я могу четко это сказать, потому что у мужчины депрессия, вот, я не могу сосредоточиться, я не могу работать там. Ну, женщина, она просто берет и начинает делать. И я это постоянно вижу сейчас в семьях. То есть, ну, как бы, почему вот вы все и появились, вот эти женщины крутые, мощные. Я не то, чтобы говорю, что мужчины там ну, там, как-то неправы. Но надо это признать, что мудаков очень много. И, как бы, нужно себя в этом плане воспитывать. Когда особенно один ребенок в семье, любимый сын, вот и вырастает мудак, о котором заботились, он ищет еще одну такую маму. А потом, когда чуть ответственности стало больше, он сразу свалил. Поэтому такие мужики и находят себе сильных женщин и ведут себя как девочки. Меня это очень раздражает, я просто терпеть не могу таких мужиков. То есть, я считаю, что это, ну, как бы, а что делать? Надо что-то делать. Смотри, у тебя, получается, Марс экзальтирован, и это полный капец. В смысле, и он не исчезнет, он никуда не денется, ты не изменишься. Я всегда говорю, с таким положением, особенно в деньгах, чтобы был момент управления в работе, чтобы там можно было на кого-то надавить, чтобы там можно реализовать этот Марс. Вот у тебя есть такие возможности? Я собаку себе добермана взяла. Собаку давить, это жестко. Ну, а так, по работе, кем ты работаешь? Ну, у меня есть такой бизнес свой небольшой, вот, но там, чтобы прям давить, и какого-то большого коллектива нет. Управлять, жестить, график, жестче делать, себе ужесточать график. У тебя вот вся агрессия должна быть в бизнесе. Ну, вот я пытаюсь, я боюсь, что я, если уйду в бизнес, я сейчас просто не знаю, что мне, или уйти вот в бизнес, да, вот в эту, да, и тогда я потеряю, мне кажется, свою женственность, как мне кажется. Нет, ты знаешь, я замечал, что если женщины там отрываются в бизнесе, а они хотят дома расслабиться, потому что никуда он не денется, ты представь, этот Марс посадить в клетку дома с мужиком, все, ты его сожрешь. Получается, мужчина умный, он дипломатичный. Дело в том, что когда ты на него делаешь шаг, он делает шаг назад. И это правильно для мужчины, потому что он деликатен, то есть он умеет с женщиной работать. И как бы с действием Марсом по-любому нужен дипломатичный мужик. У тебя там стоят близнецы, мужчина-друг. Несерьезный мужчина, который там такой прям вот все, мы идем вместе, я возьму тебя за руку. Друг, с которым можно хорошо провести время, побалдеть, повеселиться, как будто вам 16 или вы только поступили в колледж. Такой молодой, игривый, а поехали туда, а поехали сюда. Тебе некогда будет, то есть его скорость такая классная, что тебе некогда будет думать, а как у вас вообще дела в отношениях. Вот. То есть не нужно искать, да, такого суперсерьезного. Из-за того, что у тебя Меркурий в падении, вот мы об этом сейчас и поговорим, он у тебя как раз выходит в дом отношений, это твой интеллект. Он абсолютно не знает, чего он хочет. Дело в том, что твои желания походу меняются очень сильно. Я не понимаю. Мужчина не понимает. вот прописать цели, прописать, что хочешь, а я просто не понимаю, что я хочу. Так как твой Меркурий не исправится, есть такой способ, один интересный. Ну, вот если от всего отключиться, может быть, со сказок или откуда-то. Вы знаете, кстати, когда вы читаете какие-то сказки в детстве, они очень сильно блокируют отношения, потому что там есть настройка на определенный тип мужиков. Ну, там вот этот богатырь, вот это все, да, или Иван-дурак кому-то понравился. Мы в детстве это фиксируем. Если у вас есть какая-то сказка, которая вам запала в душу или в фильм с героем мужчины, которого вы ищете из фильма, пересмотрите это и разрушьте это в себе, потому что это реально очень сильно блокирует как бы природу. От природы мужчина должен попасться, а в голове этот образ, который там запечатлился. Вот, это опасная хрень. А если так, в целом, какой это мужчина, вот опиши его, которого бы ты хотела рядом с собой, с кем ты же становишься женщиной. Ну, ты описал, то есть это не что-то серьезное, какой-то там бизнесмен такой. Нет, ну это я описал, например. А если вот убрать мое описание, можно к моему описанию что-то еще добавить, что я не... Ну, просто что первое в голову приходит? Легкость. Легкость, еще? Легкость, понимание, поддержка, поддержка. Тоже, как я была. Вот ты описал, допустим, да, вот свою жену, да, которая вот как-то так, ну, легко к тебе подходит, там что-то спрашивает, да, легко намекает. Вот мне так же хочется, чтобы мне так же легко намекали какие-то там мои, не знаю, ошибки или какие-то правильные действия. А в сексе он чувственный, доминирующий или какой он там, гибкий, этот легкий мужчина? Легкий. Ну, он жесткий или он более душевный, с прелюдиями там? Ой, ну баланс должен везде быть. Я нет, не в крайности никакой абсолютно. Все должно быть. Ну, а чего больше всего не хватало там? В чем? В сексуальном плане. Больше душевного аспекта, какой-то чувственной близости или наоборот жесткости и силы от мужчины? Мне кажется, в этом проблем у меня в этой стороне нет. Ну, то есть, не говорю, что там чего-то не хватает, все в меру. Все в меру. То есть 10 из 10 баллов. Угу. Слушай, это редкость. Ты молодец, это очень круто. А не на этом ли все держится? У тебя нету такой, знаешь, сбивки, что в сексе очень круто и не хочется сваливать? Ну, как бы, очень уж там хорошо. Не, ты этой сферой не закрываешь другие какие-то дыры? Возможно. Да? То есть, видишь, что там неплохо, а на остальное закрываешь глаза? Да. Угу. И как ты думаешь, насколько этого хватит? Ничего не знаю. Ну, у тебя сейчас есть мужчина, у вас корабль, да? Угу. Вы на нем плывете, и там очень неплохо работает отсек, там, где вот этот уголь кидают, все раскочегарено, вроде бы корабль плывет, только он хрен его знает, куда плывет, капитана нет, ну, и пока течение выносят, да? Там поплывет, то от меня зависит. то есть... А, тебя, то есть, ты за штурвалом? Ну, ну, как сказать, штурвал, но такой, то есть, у меня же желания, мои же желания. Ну, ты можешь эти желания сказать на ушко капитану, могу. А он будет рулить. Ну, да. Ну, а еще же, в чем, да, еще сила женщины, да, ее, как бы, действия, то есть, легкая помощь, направление, нет? Легкая помощь, направление, да? Ну, то есть, а мужчина, он когда вот это все будет реализовывать, он это все вот так, то есть, тебе нравится, что мужчина это без всякого напряга делает, да? Что он не такой серьезный, жесткий? Да, что у него все как бы легко, и даже есть какие-то трудности и сложности, он тоже к нему относится легко. Ну, как-то... А вот у тебя, ты как считаешь, ты серьезный человек? Жесткий? В отношениях? Тяжелый? Так, тяжелый ли я человек? Мне кажется, как мне кажется, я легкая, ну, как мне кажется, но... Но если честно? Если честно, нет. Ну, то есть, у меня нет этой легкости, допустим, как ты писал свою жену, то есть, у меня такого нет. Если я напираю, то я говорю в лоб, что мне не нравится. И я потом только вспоминаю, что я делаю не так, как-то пытаюсь это переиграть, но уже поздно. Угу. Когда ты напираешь, это ты или не ты? Это как будто мои страхи, что ли, напирают. Что-то вот такое. То есть я... Страхи. А вот чего ты боишься? Когда ты входишь в конфликт, ты говоришь внешние вещи, да, мне не нравится это, не нравится то. Но там всегда один корень. Мы множество внешних действий делаем, но корень всегда один. И мы всегда боимся в себе признаться в этом. Этот корень уже давно пророс, недоверие к мужчинам. Когда ты впервые заметила, что ты им не доверяешь больше? С какого возраста? Ой, даже не знаю. Лет с 20, наверное. С 20? Больше не доверяю к тому, что мужчина не справится. Не справится. С 20. Почему именно с 20? У тебя какой-то был момент такой неприятный в отношениях? Ну да, были неприятные отношения. И? Ну и я... То есть если что-то мне не устраиваетесь, какие-то идут неприятные отношения, то есть я ухожу. То есть я жду какое-то определенное время, чего-то выжидаю. Ну это примерно 2-3 года. Я вижу, что моих сил больше там нет. То есть я не могу ни на что повлиять, как мне кажется. То есть у меня нет на это ни на что энергии, я ухожу. А вот когда тебе было 20, там мужчина ушел или ты? Я. Ты ушла, да? Но у тебя при этом была любовь к нему? Ты его любила. Угу. И ты подавила это чувство. Ну да, я так умею. Ты его подавила. И дальше следующие отношения, ты уже не позволяешь себе это чувство испытать по максимуму, показать ему, да? Да. Что ты любишь. И единственный способ, как это проявить, там маленький лучик у тебя появляется в сексе. Поэтому там все круто. Там максимальная близость. Но секс заканчивается и снова возникает формальность. Но это и будет длиться 2-3 года. Именно такие отношения столько и длятся. Понимаешь? Если ты не говоришь человеку, что ты реально чувствуешь, что ты его любишь. Если ты не говоришь, чего ты реально боишься. Если ты наезжаешь, это значит, что тебе ты вот через наезд, через внешний наезд, ты скрываешь свою маленькую девочку, свой страх, просто сказать, что ты реально боишься, что он тебя бросит или что-то пойдет не так, я боюсь тебя потерять. В итоге ты берешь контроль, чтобы он побоялся это сделать, да? Как только у тебя этот страх возникает, что ты боишься его потерять, что-то идет не по плану, усиливается контроль. И возникает альтер-эго. Это другая часть тебя, которая тобой не является. Ты наработала вот эти, я по-другому не могу сказать, яйца, чтобы защитить вот эту маленькую девчушку, которая хочет быть искренней, любить. И вот этот зверь, он, естественно, все время ждет выхода. Как только девочка испугается, выбегает лев и начинает ее защищать. Ну вот. И вот этот страх, он уже сформировался в тебе как отдельная личность, которая уже принимает решения в твоем собственном решении. То есть как бы есть ты, есть еще одна наработанная личность, которая начинает принимать решения в твоей жизни, хотя это не ты. И она уже становится обособленной. И здесь, это опасный момент. То есть ты, естественно, потом жалеешь об этом, что ты подавила любовь, которую изначально не проявляла. А что давить-то? То есть ты уже с подавленными чувствами вступаешь в отношения и через сексуальность и страсть. Потому что в тебе видно, что ты очень сексуальная и обаятельная. И они на это клюют. И тебе выгодны мужчины, которых ты держишь на этой теме, который не будет слишком уж искренним. Потому что если он тебе скажет то, что он реально чувствует, ты ему не ответишь. И естественно, в нем будет поверхностность. Вы будете заниматься бизнесом, сексом, но только не собой. У вас все время формальность. А вот сейчас мы сделаем важную штуку. Закрой глаза и вспомни. Да, вот сейчас закрой глаза, расслабься. Вспомни какой-нибудь конфликт очень серьезный, где появилось вот это твое альтер-эго, твоя вот эта женщина опасная, которая защищает, да, вот эту девочку. Вспомни переход от тебя к ней. Вот почувствуй, что в теле ты становишься другой. Другие ощущения. Нет, глаза закрыты. Вспомнила ее? Вот в чем вы различаетесь? Вот та, которая приходит, кто она? Которая приходит? Да, чем она отличается от тебя? Где не ты? Что в ее характере такого особенного? Почему она доминирует? Что в ней есть то, чего нет в тебе? То есть во мне, как в девушке, которая была легкая, открытая, да? Да, до какого-то возраста, да. Да, а потом, что-то случилось такое, что пришла за место нее, да, более холодно, холоднокровная. Да, жесткая. Жесткая. Да. Затекает свои чувства. В чем ее сила? Посмотри на нее. В чем ее самая большая сила? Почему ты пользуешься ей? Почему ты пользуешься ей? Наверное, потому что ее не могут задеть чем-то, обидеть. У нее броня есть. Да, ну то есть у людей, которые не показывают свои слабости, да, их как-то сложно задеть, и вообще даже к ней, в принципе, не подходит. Да, но она жертвует своими чувствами в этот момент. Она жертвует любовью и наслаждением жизнью. Она не наслаждается жизнью. Да, кто наслаждается, она боится. А это, она не наслаждается, но она управляет. И там, и там мы не чувствуем баланс. Теперь дай ей имя. Назови ее как-нибудь. Можешь придумать там Зена Королева Войнов, еще что-то. Потому что это не ты, это другая личность. Дай ей имя просто. Назови ее. Да не знаю, как. Снежная Королева, даже не знаю, как. Снежная Королева. Хорошее же имя. Ну да. И вот эти моменты... Да, и вот вспомни вот эти моменты из прошлого, да, что в этот момент и приходила не ты, а в это время приходила Снежная Королева. Это другая личность. Вот. Осознай ее как отдельную личность. И с этих пор, теперь, если у тебя будет это возникать, тебе нужно отмечать там в том же дневничке или тетрадке, что сегодня приходила Снежная Королева с такого-то, по такому-то времени. Добро пожаловать в мою жизнь. Да, сегодня она была. Без осуждений. И все, да, можешь открыть глаза. Все очень просто. Ну, есть такое, что мне говорили, что как во мне будет быть и вроде как легкая такая девушка, и в то же время такая эгоистичная, закрывающаяся, холодная личность. в секунду, то есть я могу тут же быть мягкой, нежной такой девчонкой, и тут же я становлюсь какой-то такой. Да, в какой-то момент она приросла к тебе, но она как панцирь, она не является тобой. И разделение ты будешь видеть, если у нее будет свое имя. То есть это не Татьяна Агафонова, это Снежная Королева, то есть это налет. И когда она будет возникать, ты можешь в дневничке там в конце отмечать. Я сегодня хотел сказать люблю и не сказала. Снежная Королева, ладно, я сегодня проиграл ей. Потом я могла бы немножко сдержаться, но не смогла. Снежная Королева плюс один балл, она победила. И она будет везде у тебя побеждать. Нужно сначала смириться с тем, что ты проиграла. Ты уже холодная, очень зажатая в чувствах, и в тебе ну как бы много есть неуверенностей. С этого надо начать, да, обнаружить это. И когда ты будешь это отмечать, тогда в какой-то момент твой мозг начнет увидеть это отслоение, он же увидит статистику. Был один человек, а тут она назвала это Снежной Королевой. Что это? Он начнет это изучать. Нейроны мозга начнут это как-то осваивать, а потом определят это как программу, которая ну, привнесенная. Ну, когда я работаю с девчонками, там все быстрее. Обычно я ищу там от мамы пошло там, рот смотрим тоже, может и от бабушки. Мама у меня военная. А, ну все понятно. То есть, несмотря на твой Марс, ты не обязана, да, быть как бы этим, этим человеком. и в итоге испугалась там в семь лет тоже, это когда вытаскиваешь, сразу блок этот, он расшифровывается сознанием. Все, в какой-то момент мозг начнет это фиксировать, и ты, короче, начинаешь опять бузить, и такой хоп, о, это кто? Типа, кто это? Это же, блин, вот эта херово, блин, снежная королева. И все. В это время, если ты осознаешь, ты не можешь в этом находиться. Таков закон мозга, когда он обнаруживает эту эмоцию, она останавливается. Ну, как бы, если, например, обидеться и понять, что ты обиделся, ты перестанешь. Типа, блин, ну я что-то очень сильно похоже обиделся. Я обиделся, офигеть, все, исчезла обида. Люди обижаются, потому что говорят, да я не обиделся, все в порядке. Или, да я вообще не злюсь, идите вы все нахер, я вообще в хорошем настроении. Не, ну вроде как, обиды, по сути, ее нет, что это обида, это реакция на что-то, что на что нужно тебе обратить внимание, получается. Ну, она затягивается, она затягивается, потому что часть обиды мозг проживал, но вторую часть, она в подсознании, мозг не видит, и он это не определяет, как обида. Он это воспринимает, как какой-то импульс, который постоянно продолжается. Человек обиделся и ходит с этим. Он сам себе не может признать, что он жутко обиделся, и он считает другого виноватым. То есть, он не до конца, короче, проживает эту эмоцию. И эта эмоция застревает на множество лет. Люди десятками лет живут с обидами. Потом, они не могут выстроить отношения, и потом у них рак, там, все что угодно. И правильно. А смысл жить в теле, в котором нет никакого чувства принадлежности и удовольствия к миру. Уже там поселилась вот эта тварь. И эта тварь разъедает человека. Сейчас время ускорилось. Сейчас люди быстрее болеют, быстрее умирают, чтобы понять, что случилось. Поэтому тебе нужно просто создать тетрадку, в которой будет название вот эта «Снежная королева». Да? Или там, не знаю, «Убийство снежной королевы». Что угодно. Это будет твоя сказка. В которой ты эту снежную королеву помаленьку выведешь. Но только наблюдением. Никакой борьбой не получится. Как только начинаешь бороться с этим, она победит. Потому что это ее поле воевать. Начнешь воевать, маленькая девочка проиграет. Здесь нужно просто, чтобы снежная королева в какой-то момент оступилась. Когда она споткнется, она потеряет свою силу, потому что ты за ней будешь наблюдать, и она ошибется. И поэтому здесь нужно просто мозгом, а это называется у нас наблюдатель. И еще пять тысяч лет назад в древних ведических трактатах описывали, как развивать своего наблюдателя. Наблюдателем можно полностью перевернуть свою жизнь. Поэтому через наблюдение мы можем все. Если ты даже будешь просто следить за своим мужчиной, как он двигается, какие жесты делаешь. То есть просто следить, следить, следить. Интересно, а вот это у него будет проявляться? Ты как бы немножко так отстранена. Ты можешь даже наблюдением изменить его поведение. Ты можешь даже увидеть, ты можешь замереть в какой-то момент и просто следить за ним в течение часа. То есть все, я не с ним, я наблюдатель. И ты увидишь, как его поле начинает меняться. Да, и люди этим не пользуются абсолютно. Все люди хотят через какое-то слово, действие достигнуть результата, который должен произойти на тонком плане. Поэтому все твои разговоры, они ни к чему не приводят. То есть когда мы говорим, никто никогда не услышит. Это должен быть импульс изнутри. Да, а когда кричишь, это отчаяние. Ты через тонкое тело не можешь на него воздействовать и ты отчаиваешься. Вот, но сейчас примерно тебе понятно, да, эта суть? Вот, нам нужно образование здесь, поэтому я к астрологии добавил коучинг, чтобы просто человеку разъяснять, да, как это устроено и все, и у человека не возникает вопрос, как у нейроны работают. Вот. Ну, получается, если я все это, ну, проработаю, да, в себе, то есть моя, в принципе, венера в шестом доме может по-другому развернуться, да, более... Она начнет служить мужчине, да, и при этом не чувствовать, что это для нее унизительно. Но для этого нужно, чтобы снежная королева ушла. Да, и она уйдет, так как мы ее уже поймали, все, она уже никуда не денется, ты уже с этой информацией не вернешься к прежней жизни. Я уже чувствую, ей уже неприятно. Да, она уже начинает, ну, конечно, легкая депрессия будет после этого знания, но это момент не входа, а высвобождения. С какими эмоциями в тебя она вошла, в тебя, с такими эмоциями эта снежная королева и выйдет. Это бывает болезненно, но это приятно, потому что ты будешь чувствовать облегчение. Она много энергии твоей забирает, очень много. и мне кажется, она забирает вот эта вот защита, и у меня нет и сил на нейрализацию себя, не понять себя в этом мире, не построение древоничной семьи. Да, твоя броня, она слишком уж много ресурсов взяла. Ну вот, ты даже сейчас чуть-чуть помягче стала. Да, это чувствуется. Так что, да, ты уже расслабилась, так класс. Ну вот, так что следует ему, потом расскажешь результат, захочешь поработать именно с областью сознания, чтобы ускорить процесс, и там уже пиши в тирикт. Хорошо. Да, так что я помогу. Да, был рад. Спасибо. До свидания. Мясливо. Да. Пару слов о сильном Марсе. Сегодня смотрел мультик, там принцесса взяла меч и начала своего возлюбленного спасать от лап дракона. Пропаганда в мультиках, что мужики совсем в оно превратились, вбивают в голову программы. Еще как. Ой, а я любила Золушку. Ну вот. Это бескорыстная помощь. Так, обвораживает. Если мужчине нравится, когда девушке плохо, намеренно провоцируют, не давая ему реакцию, которую он ждет, что это может изменить? Если мужчине нравится, когда девушке плохо, ну, я думаю, что его очень сильно, какая-то женщина, просто обидела, унизила, и он теперь отыгрывается на этом. Если честно, я не знаю, что делать, если такое уже случилось. Психологу его надо отправить, потому что это уже звоночек такой серьезный. Если ты другого провоцируешь на негативную эмоцию и еще этим наслаждаешься, это уже как психическое отклонение. Разговорами это не решишь. Тебе надо человеку программу проходить, я с этим работаю, но совет тут невозможно дать. Потому что уже запустилась серьезная штука, когда человек проявляет себе реально маньяка. Это называют там вампиризмом, еще что-то, но звонок нездоровый. Не нужно просто этому мужчине это позволять. Либо он прекращает это делать, либо он идет нахрен. Все просто. Вам это не нужно. Когда девушка зашла в эфир, сразу почувствовалась легкость Сатурна. Легкость Сатурна, да. А кто знает, какая завтра тема будет? Завтра Венера будет в седьмом доме. Никто не знает, какая тема. Мы когда начинаем общаться, вот оно приходит к чему-то. Да-да, вот тоже про Сатурн подумала сразу. Сатурн в первом доме, да. А я про Марс тоже почувствовал экзальтированный. Видите, можно планеты чувствовать прямо по карте. Холодок. А вы заметите в начале, да, какая она была, Татьяна, такая с холодком, а в конце так раскрылась. Так здорово. Тоже Марс в Козероге. Ненавижу промедление разговора, объяснение. Липнут мужики с Марсом в рыбах. Да. А сейчас как раз по транзиту Марс в рыбах. Вам как раз такие мужики могут липнуть. Любовь на нижних чакрах всегда так проявляется. Да. Да, на стрелец по студенту. Все правильно. Раху у нее в третьем доме. Да. Все уже проверили все. Макс ведет войну, а нужно учиться любовному примирению. Я уже не помню, что я говорил. Ну, с чем-то я войну веду, у меня есть же йога-война. Это да. Мне надо с чем-то воевать. Тут не поспоришь. А как Венера в шестом у нее проявляется? У Путина Сатурн в первом. Я бы сказал, что здесь Сатурн окрашивает внешнее выражение себя. Он силен, но не всегда там, где нужно. Бывает такое. Кручь, суперкоучь. Во мне тоже есть снежная королева, хоть в Венере и в десятом доме. А что сильнее влияет? Управитель дома или планета в доме? Слушайте, ну, на самом деле пополам, я бы сказал. Но у нее, у Венера, у управителя шестого, только что там полностью шестой дом захвачен. Угу. Да, я думаю, правитель так, как планета в гостях. Так. Короче, выгоняем внутреннего воина эгоиста и включаем архетип любовницы. Неплохой ход. Да, интересно. Осознанность, служить, делать то, что партнер хочет, это разумно. Знаете, когда вы любите, вы не задаете себе такие вопросы. Это настолько естественно. Если ты задаешь себе вопрос, сколько ты сделал для кого-то, здесь играет роль интеллект. Сердце закрыто. Макс, как всегда, профессионал в деле. Как приятно наблюдать за трансформацией. Вы видели, да, как она преобразилась в конце? Самое главное вам понять, что это не ваша природа. Наша природа – это любовь. Все остальное – ее искажение. Другой модели нет. Надо найти искажение и превратить в любовь. Вот и все. Во мне долго жила снежная королева. Считалось, что все должны служить мне. Потребовалась большая работа, чтобы прогнать ее. Теперь от служения своей семье мужу детям получаю удовлетворение. Я надеюсь, что это поможет многим людям. Я здесь просто дарю вам разные техники, которыми я пользуюсь. Я интуитивно к этому прибегаю, потому что у меня тысячи вариантов, как работать с человеком. И я понимаю, что здесь нету единой технологии для всех. В этом мне очень помог и Тони Робинсон. Я очень много его курсов тоже проходил. И курсы тоже коуча психологии. И, конечно, это уже взято не из астрологии. Астрология меня ведет, в плане того, чтобы я не ошибся с тем, что я говорю людям. Это как мой такой помощник, навигатор, что то, что я говорю, отражается в карте. Почему мне не нравится астрология, что ты не вредишь человеку. А то, знаете, от интуиции можно много наплести. А тут я поглядываю и как бы слежу за тем, о чем мы общаемся. Отлично. Сегодня все очень круто сложилось. и это реально чудеса, потому что вот я не знаю, как это происходит. Честно. Я заметил, что у меня, знаете, какая техника? Раскрою вам секрет. Когда я с вами общаюсь, сначала у меня возникает намерение вам помочь, потом у меня вступает в роль интеллект, который вспоминает все виды техник, которые я знаю, и что мне спросить, и как сделать, потом, когда интеллект остывает, возникает ощущение связи не на уровне интеллекта и чувств, а более тонкого контакта, и в какой-то момент я отпускаю это. Пусть так будет. У этого человека уже все сложилось. Пускай это просто происходит. Я не пришел исправлять, я никому не смогу помочь. Пускай все просто происходит. Как только этот момент происходит, приходит вот эта техника, или приходит вот это решение, вы сами видите, то есть я не готовлюсь, у меня нету прописанной тетрадки какой-то или там, где я поглядываю. Я не знаю, о чем разговор, но я вам скажу, вот кто работает с клиентами, вам нужно дать информацию сначала, а потом отпустить его полностью. Тогда у вас раскроется интуиция, в которой придет решение. Если все делать по карте, интеллектуально, все это обмозговывать и грузить человека разными словами, философиями и мотивацией, ни к чему это не приведет, и я это понял. В какой-то момент должна раскрыться душа, и через меня придет та информация, которая нужна человеку. Это не я даю, это получается, что-то приходит для нее, потому что она хотела это услышать, а мне она доверяет. Вот и вся техника. Поэтому у меня будет третий уровень для учеников, где я буду обучать астрокоучингу, и я там буду дальше раскрывать свои секреты, чтобы карта максимально в короткий срок раскрывалась в человеке. У нас все-таки практическая астрология, и мой YouTube-канал это канал практической астрологии. Поэтому мне это жутко интересно, потому что никогда не знаю, что произойдет. Многие стираются, когда начинают рассказывать все по полкам. Поэтому всем девчонкам, кто участвовал, спасибо. вы вносите свой огромный вклад. Без вас я просто не смог этого делать. Да, спасибо. Благодарю за эфир. И это также нереально наблюдать. Буквально чудо вот-вот происходит здесь и сейчас. Да, спасибо. Магия. Да. Любовь вместо контроля. Ну что, до завтра. До завтрашних чудес. До свидания. Продолжение следует...